Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет необычное видео, такого я ещё не снимала, а немного обо мне из прошлого. Мама, на самом деле, совсем недавно я к ней заходила, и она говорит, смотри, что я нашла! Я нашла твой дневничок, когда тебе было 11 лет! Посмотрите, как он милый! Я и мои секреты, альбом для девочек. Ну, не совсем дневник, но в нём тоже есть дневник, который я немного вела. С самого начала у меня не получалось вообще вести дневники, и вы это сразу поймёте из-за этого дневника. Глянь, как по цвету всё подобрала, да? Супер! В общем, как раз-таки я думаю, что это отличная идея для подарка на Новый год для девочек, я не знаю, мне кажется, до 15 лет, потому что я с удовольствием полистала этот дневничок свой, и мне было интересно, что было практически 10 лет назад. Вот, представляете, 32 и 20 лет назад. Это очень круто! Это спасибо тому, кто когда-то мне подарил вот этот дневник. Иначе бы я никогда не записала бы и не узнала, о чём я думала тогда, и какая я была, не сделала бы выводы. В общем, это очень круто! Если, кстати, кого-то интересует, потому что как-то я красила давно свои губы этой помадой, эту помаду я заказывала на Алиэкспресс, это Куи Бест фирма, вот такая вот. Ссылочку я оставлю на неё под видео, если найду, если я ищу ссылку, это актуально. Действительно, очень хорошие, качественные матовые помады. Они наносятся очень легко, они мне напоминают мои любимые Кайли, потому что Кайли легче всего наносится, очень красиво распределяется, вкусно пахнет, в общем, всё вот здесь. Единственное, что она маленькая такая, и это не совсем классно, но она действительно очень крутая, и на Алиэкспресс она стоит там до 100 рублей. Поэтому обратите внимание, я взяла такой цвет, потому что я знала, что он мне пригодится. Также я купила вот такую баночку с такими вот печеньями, пряниками, очень вкусными, с глазурью, разной формой, и мне везде её теперь хочется ставить на фон. Она очень красивая, и я не хочу её опустошать даже. Кстати, я здесь пью чай, и если вдруг вы хотите, тоже наливайте себе чайку, и мы начнём. Итак, поехали. Первое, что здесь, на самом деле эта книжечка сделана очень легко, я думаю, что и сейчас очень просто. Я думаю, что и сейчас сделаю такие книжечки. Она, в общем-то, на всех фронтах, она у меня уже порватая. С чего здесь начинается? С того, что этот альбом принадлежит кому? У меня здесь написано «Малой красавица», начало 1999 год. В 10.15 вечера. И написано, причём не 22.15, а 10.15. Это моя фотография, это я. Вот такая фотография. Можете поверить, что это я? Вот это мой натуральный здесь цвет волос, кстати. Мама. О себе. Значит, здесь я говорю фамилия, имя, отчество, свой точный адрес, боже мой. Знак зодиака лев. Любимый цветок роза. Любимый цвет белый и кремовый. Почему-то раньше я любила кремовый. Сейчас розовый. С возрастом любимые цвета меняются. Любимое имя, внимание, мальчика и девочки. Это Гамлет. Иво. Эмили. Как думаете? Какой сериал на тот момент я любила смотреть? Дальше будет всё ясно. Любимый актёр. Брюс Уиллис. Это вообще первый актёр, имя которого я запомнила, поэтому он был мой любимый. Ну, в принципе, все фильмы были у него прикольные. Чак Норрис. Это тоже то, что я запомнила. Ну, и Арнольд Шварценеггер, которого знали все. Он, по-моему, всем нравился. Любимый певец. Как думаете, кто? Наталья Арейро. Любимые занятия. 11 лет, а я люблю шмотки покупать. Так и написано, шмотки покупать. Не вещи, не одежду, а шмотки. Любимый фильм. Ну, не фильм, сериал. Ну-ка, с двух раз. Правильно, Дикий ангел. Любимая передача. Я просто других передач не знала. Это, конечно же, поле чудес. Тогда не было Дома-2 или ещё чего-то. Я даже вот помню, что когда я писала, я припоминаю какие-то вещи, почему я именно их писала. Любимый праздник. Почему-то у меня только два праздника. Новый год и день рождения. Хотя у моих подруг, я видела, там тоже очень много праздников существует. Я либо не хотела думать на тот момент, либо это первое, что пришло в мою голову. Далее. Любимое время года. Весна и осень. Я помню, что я всё детство любила лето. Я не понимаю, почему здесь весна и осень. Может быть, то лето было очень жарким? Или я хотела от чего-то отличиться? Я помню, что в какой-то момент я перестала любить лето, потому что мне было жарко. Но тогда я очень любила лето. Я не понимаю, почему здесь написано весна и осень. У меня день рождения летом, тем более. Загораем, купаемся, всё круто. Не понимаю. Любимая песня Демо. Почему-то написано у меня Демо, хотя песни такой нет. Я, наверное, написала Демо, потому что мне очень нравилась группа Демо. И тогда я напевала первые песни девчонкам, с которыми я там общалась. «Солнышко в руках», и они мне говорили, какой у тебя голос? Я очень стеснялась и пела им на ушко. Они говорят, ну спой, спой. Я говорю, ну только на ушко. Я им на ушко пела. «Солнышко в руках», и венок звёзд в небесах, и из других планет все видят нас. Нам так хорошо с тобой мечтать об этом. И когда я это пела на ушко им, они говорили, что, блин, у тебя такой голос, классно поёшь. И тогда уже люди начинали засевать во мне уверенность. Спасибо, кстати, всем тем людям, которые верили в меня и говорили всегда мне хорошие вещи, потому что это очень сильно мотивирует людей на какие-то свершения в жизни и реализацию себя. Ну, лично со мной это было так. Любимая игра? Правда или действие? Мне кажется, что других игр я не знала. Ну, мы особо не играли в детстве, честно говоря. Ну, были там какие-то игры, но... Вот так, чтобы я помню, что это я вспомнила что-то одно. Правда или действие? Хотя я в своей жизни играла в неё всего три раза. Черты характера. Внимание, я о себе. Черты характера. Весёлая, без комплекса. Всё. Хотя на самом деле я, когда была маленькая... Ну, не в этом возрасте. 11 лет – это ещё маленькая, вот постарше, когда уже мальчике нравится. То есть, я была таким поздненьким ребёнком, да, и мне вот 15-16 начинали мальчики нравиться. Не, в 16 у меня уже всё началось, бурная жизнь моя, да, вот. А вот я скажу, 13 где-то, да. 13, 14, 15. Это вот тогда, когда были комплексы. Наверное, в 11 у меня комплексов ещё не было, поэтому я написала без комплексов. Я была такая очень весёлая, на самом деле. У меня действительно было очень много друзей, которые старше меня, и это там в дневнике я вам расскажу об этом, и, ну, расскажу эту историю. Внешность. Ну, то есть, без комплексов, понятно, да? Может, это просто львиная во мне играла? Значит, внешность. Красотка, два иточия. Голубые глаза, светлые волосы и так далее. Это я коротко о себе. То есть, вы понимаете, что я себя любила с детства. Даже вот я здесь смотрю, на самом деле, на фотографии, ну, девочка и девочка. А сама влюблённая. Но это не изменилось. Привычки. Вы знаете, что у меня написано в привычках? Не курить, не пить. Орать. Орать. У меня была в детстве привычка орать. Я не понимаю. Я этого не помню. На кого я орала и почему привычка у меня орать? С чего это вдруг? Орать. Причём с буквы А написано. Не орать, а орать. То есть, я понимаю, что я была неграмотная. Дальше, ну, то есть, вот всё о себе рассказала. Дальше идёт такие фотографии. То есть, я из детства. То есть, я вот такая маленькая. И вот ещё я маленькая. Кстати, вот здесь я очень похожа на Денечку. На моего сладенького мальчика. Сладенький мальчик. Который ходит здесь везде по кругу. Так. Дальше здесь идёт дерево моё. И вот я вам покажу. Это дерево по моей маме. Мой братик маленький. Сестра моя. Мама. Сестра? Правильно, сестра. Братья и сёстры. Вот они идут. Это моя мама. Чёрные волосы у неё были всю жизнь. Это она недавно светленькая. Это мой дедушка. Это моя бабушка. Дедушки уже нету. И бабушки тоже. Я всё ещё никак не могу представить, что её нету. Потому что казалось, что она будет с нами всегда. Да, их уже нету. Двоих. И вот папа. И вот наш папа. И вот его мама. Почему-то у меня нет ни дедушки, ни ещё брата. У меня брат ещё есть по линии этой. Но у меня, видимо, не было фотографий. Вообще, мы их помним, естественно. Папы уже тоже нету. С бабушкой. Не знаю, что. Куда-то она переехала. И она очень болела. И, в общем, ну, с этой семьёй, на самом деле, только в детстве мы общались так очень тесно. И как-то время нас очень сильно развело. И я, честно говоря, даже не знаю, кто где. А у меня есть ещё брат двоюродный. И я с ним виделась в последний раз именно в этом возрасте. В 11 лет, по-моему. Или, может быть, в 16. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Не-не-не. Даже, по-моему, в 18 у меня даже есть совместная фотка с моими двумя братьями. Его зовут Андрюха. Если вдруг, случайно, он каким-то образом увидит моё видео, то было бы классно, если бы он связался. И мы бы увиделись, потрещали. Вот. И мне кажется, для этого ничего не нужно. Просто найти время, встретиться все вместе. Я думаю, мой брат Виталька тоже был бы очень рад с ним увидеться. Дальше. Мои любимцы. Кто мои любимцы? Я помню своего одного кота. И самое интересное, что я сразу думаю, ой, сейчас буду за Федота говорить. Значит, а, и вижу фотографию, сразу такая думаю, ой, это он, расцветка очень похожа. И смотрю на фотографию, и сверху написано, это не он. Но сильно похож. Думаю, сама себя в заблуждение ввела. Вот фотографию у меня мама, бабушка и я со своим питомцем. Я этого кота очень сильно любила. И сейчас вот я немножко о нём здесь расскажу, и вы поймёте, что это был за кот, и как сильно я его любила. Кто он твой любимец? Ведь животного его порода. Я пишу, кот без породы очень пушистый. Он действительно был очень пушистый, как и я не знаю кто. Как его зовут? Федя. Сколько ему лет? Было два года. Когда? А, его уже, видимо, не стало на тот момент у меня. Причём, ну, как бы не стало, он просто исчез из нашего дома. Я примерно догадываюсь, каким образом. Но неважно. Когда и как он появился у вас? У соседки была кошка Лиза, и она родила котят. И нам подарили мальчика, похожего на Лизу. Да, был мальчик Федя, с тех пор я очень люблю мальчиков. Ну, вообще, вот детей мальчиков, котов мальчиков. Мне нравится. Мне кажется, что мальчики, мужская половина, они как бы чувствуют, что их здесь не обидят. Хотя в своей жизни я много обижала мальчика. Знаешь ли ты его родословную? Нет. Что он любит есть? Китти-кэт и мясо. Вот реально просто, его не заткнёшь. Он слышит шорох, и он уже бежал на этот китти-кэт, прыгал на холодильник, на тебя. Он готов был всё рвать и метать. И мясо, если мама готовила мясо, всё это такой крик стояло на весь наш дом. Любит ли он рыгать? Ну, рыгать, рыгать, нет. Любит ли он играть и во что? Я пишу, во всё, но только со мной. Поняли, какая я собственница? Во всё играть, только со мной. Это был мой кот. Опиши его характер. Игривый. Бывает такой характер вообще игривый? Что тебе нравится в твоём любимце? Он любит меня и целует сам в губы. И приходит, когда хочет. Мне это в нём нравилось. Не, на самом деле, я его приучила целоваться, потому что дети, они любят вот это вот всё, поцеловать. Я его, помню, целовала прям в нос, в нос, в нос. И вот он пока был маленький, он рос со мной, он всё время целовался. И, ну вот, в нос он целовался, он вот как-то мурчал, вот так вот крутился вокруг меня. И дотошло до того, что утром он меня будил поцелуями, что придя со школы, он на меня запрыгивал, обнимал меня двумя лапами и целовал, вот так целовал. То есть он носом прям целовал, и он лез прям в рот вот так вот, прям губы отодвигал своим носом. Ну, реально это были поцелуи такие, прям, знаете, вот, любовь у нас была страшная. Что тебе не нравится в нём? Этого я ещё не читала. Я просто пробежалась по этой книжке и точно. Он когда срёт, не может убирать за собой. Я действительно ненавидела за ним убирать. Это самое страшное, что для меня было. И по этой причине, я думаю, что он у нас и исчез, потому что мы за ним с братом не ухаживали. Вообще, это был мой кот, и я должна была за ним смотреть, но я была маленькая, 11 лет, и я думаю, что я несерьёзно ко всему этому относилась. Мне нравилось с ним играть, бегать, веселиться, всё супер-пупер, мы друг друга любим. Но когда он ходил в туалет, нужно было проявить за ним заботу и убирать. Но я не уделяла ему должного внимания, и моя мама, по-моему, пожалела кота и избавила его от нас, от ужасных хозяев. Друзья твоего любимца, это я, брат и все мои друзья. Ну, то есть, он любил всех, это правда. Мне кажется, получится очень длинное видео, я стараюсь. Мой день рождения, короче, дни рождения, я не знаю, то ли я не фотографировала, то ли что, всё пустое. Любимые наклейки, короче, тут наклейки Beverly Hills. Какие-то голые, вообще, я не знаю, тут, ну, как бы, голые интимные места, я не знаю, я не знаю, как это присобачиваться. Мой класс, мои друзья, анкета для друзей, тут номера телефонов всех моих друзей. Здесь две мои одноклассницы, одна из них Кристина. И два моих одноклассника, это Олег, который был мой сосед. И один Дмитрий, с которым мы даже не были друзьями, я не понимаю, почему именно его телефон здесь оказался. Так, мои друзья, мои друзья, всё пусто. У меня не было друзей, вы поняли? У меня четыре одноклассника, и то не сказала бы, чтобы мы там особо сильно дружили, только с Кристиной. И всё. Вот, мои друзья, все остальные пустые, я не особо дружила со всеми. Анкета для друзей. Анкета для друзей. Тут, короче, на самом деле очень-очень интересно всё. Я с удовольствием почитала Лену Тёмненькую, вы видели, моя одноклассница. Первая заполняла она. Дальше заполняла анкету Кристина. Здесь нужно было вставить фотографию, кстати. Кристина вот так вот сделала ручку и написала «не снимать». Мне кажется, что она уже тогда чувствовала, что она будет блогером, и эти папарац ей нафиг не нужны с самого детства. Ой, было бы интересно, конечно, почитать, что она тут писала, просто я боюсь, что у меня видео будет огромное. Кристинка, я думаю, что тебе захочется почитать это. Что-то, может быть, есть ли у тебя брат или сестра? Она пишет «Я с детдома, никого у меня нет». У меня Кристина была вообще просто шутницей. Это я говорю о скромняшке Крис, это моя лучшая подруга, блогер. Ссылку на неё я оставлю внизу, чтобы вы понимали, насколько в глаза увидели этого человека. Она вот так шутила. Короче, она мою анкету заполняла несерьёзно. Значит, есть ли у вас брат или сестра? Она пишет «Я с детдома, у меня никого нет». Если у тебя домашнее животное, их клички, она пишет «Были тараканы, вывелись». А так в основном «Клопы». Господи, Крис, блин. Ты, блин, шутник, тебе в каменде надо. Любимые имена, их очень много, не стала называть. Нелюбимые Костя, Коля, это она знала. Любимые праздники, Новый год, 8 марта, 7 ноября, многоточие. А почему 7 ноября? 7 ноября, а что это за праздник? Пишут «Все любимые». Любимый цвет – чёрный, белый, синий. Любимый камень – булыжник. Шутница, поняли, да? Любимый цветок – все лесные. Ну, Кристинка любила по лесу гулять вот это вот? Дальше. Любимый фрукт – груша. Любимое блюдо – всё, люблю. Ну, Кристинка любит поесть, это я знаю. Любимый напиток – я ничего не пробовала. Нормальный ребёнок. В 11 лет ты ничего не пробовала, ни чая даже не пробовала, ни сока. Нет, ну, конечно, мы жили не очень хорошо во время. И это вполне возможно, что мы ничего не пробовали. А нелюбимый напиток – я бомж, пишет. Всё ясно. Любимое животное – клоп. Вот мне уже здесь кажется, что она не шутила насчёт клопов. Кристинка. Хотела сказать, напиши в комментариях, но комментарии будут закрыты на этом видео. Любимая птица – ворона. Ну, чё, красивая чёрная птица. Любимое время года – лето. Потому что много еды. У нас вот летом было много еды, потому что мы могли, ну, как бы, жили мы тогда не очень хорошо все, знаете, как бы, были тяжёлые 90-е. И вот было много еды только тогда, когда мы ходили куда-то в лес, как раз-таки по грибы, по бесплатные деревья всякие с фруктами. И вот тогда мы, дети, отрывались. Я думаю, она это имела в виду. Любимый месяц – 0,9, кажется. Я родилась 0,9 сентября. Она не помнит. Любимая погода – у погоды нет плохой погоды. И в скобочках песня. Это чтобы я поняла, что она как бы просто так сказала. Несерьёзно. Любимый певец – кот Перчик. Любимая группа – ах, как хорошо поют мухи. Она издевалась, по-моему, над моей анкетой. Любимый актёр – бомж Зюзя. Любимая актриса – я и Надя Эс. А Надя Эс – это я. То есть я и Селена. Ну всё, а мы актрисы. Чё, мы снимаем видео актрисы. У нас, кстати, план есть кое-что снимать. Какие-то интересные видюшки. И там нужно будет проявить своё актёрское мастерство. В воду глядела просто. Любимый фильм. Не люблю. Не видела. Любимая радиостанция. Диджей Кристина. Ну, такой ещё не было. Не, хотя у неё... Она, кстати, тогда ещё во вкусах разбиралась хорошо в музыке. Она мне порой сидимы такие, а она мне... А вот слышишь там нотки какие-то в музыке? Я сижу. Я говорю, какие? Где? То есть она музыку на каких-то нескольких уровнях видела. Всякие там выступления. А я нет. У меня поверхностно было всё это. Сейчас я больше уже, конечно. Вижу, понимаю. Любимая телебередача. Кристина в эфире. Я не помню таких передач, Крис. Любимая телеведущая. Я. Любимый писатель. Я. А-а-а-а-а-а-ом. Любимый поэт. Я. Ну, то есть не я, а она это имелось в виду. Любимая книга. Книги в жбанах не валяются. Короче, она, по-моему, здесь как раз-таки примерила на себя образ бомжа. И должна была до конца нести эту линию. Любимый журнал. Они все порватые и глупые. Любимый урок в школе. Клопоматика. Любимый вид спорта. Лазенье по жбанам. Любимая игра. Кошки-мышки. Твое хобби. Нет, я бомж. Черты характера, которые тебе нравятся в людях. Мужчинах, женщинах. Что пишет Кристина? Доброта, когда дают мне деньги на красивую жизнь и моим котам. Черты характера, которые тебе не нравятся в людях. Жадность, двуличность, тупость. Ну, хоть здесь сказала правду. Что-то затронуло ее, да? Кем ты хочешь стать новым бомжом? Ну, типа новый русский новый бомж, да? Что бы тебе хотелось мне пожелать? Приезжай ко мне. Я тебе подыщу. Просторный жбанчик. В нем будет очень много еды. И, поверь мне, и роспись. Спасибо, Кристюшенька. Жбанчик не хочу. Хотя у тебя хороший жбанчик сейчас. Я бы такой бы тоже хотела. Дальше заполняют анкеты мои другие одноклассники. Не буду читать, потому что, в принципе, вы их мимолетом только знаете. Я не знаю, будет ли вам это интересно. Некоторые здесь имена, которые, честно говоря, даже не помню, кто это. Также заполняла тут моя сестра. Вы ее тоже видели, может быть, пару раз. Не думаю, что вам может интересно все это быть. Это интересно мне и ей, думаю. Так. Так, так. Мудрые мысли, любимые стихи. Кристина пишет. Мудрую мысль мне в дневник. Хорошо в дорожку пирожок с горошком. Да? Любит поесть. Понятно. Не рой яму другому, пусть сам себе роет. И многое другое. У меня была мудрая. И мудрые мысли только Кристина здесь записала. Дальше идут мудрые мысли такие вот интересные. Кстати, это всегда для девочки хорошо. Мудрые мысли, теперь которые писала я. Причем, да. Любить надо не деньги, а то, что на них можно купить. Поняли? Я мудрая девчонка была с детства. Кто-то написал мне дружбу, дари некоторым. Кристина попыталась что-то написать. Любишь многое, то сейчас смотри. Не поняла. И кто-то из пацанов, по-моему, схватил мой дневник и написал мне, что Миша лох. Кто такой Миша, я не знаю. И что хотела написать Кристина тоже. Может быть, когда она придет ко мне в гости, она откроет фронтайну. Дальше идут стихи. Стихи Пушкин, Лермонтов. Любимые стихи мои. Один из любимых моих стихов. 13 лет. Нет, называется 13 лет. Да. О чем... Я думаю, что все многие знают это стихотворение, но я его зачту. Очень быстро. О чем ты думаешь, девчонка, глотая сигаретный дым? Ты перестала быть ребенком, зачем же ты ходила с ним? В тот вечер я совсем замерзла, он предложил к нему зайти. И я забыла осторожностью, мама-мамочка, прости. Я ни о чем не догадалась, когда он дверь за мной закрыл. И я в ловушке оказалась, а он тогда заговорил. Ты, милая, меня не бойся, лишь сильнее обними, но ради бога успокойся, ведь я люблю тебя, пойми. Я кое-как уже стояла, не в силах дать ему ответ. Я еле-еле прошептала, я не могу, не надо, нет. Я потеряла всю надежду и опустилась на диван. Он быстро снял с меня одежду, обнял мой гибкий, нежный стан. Целую горячую и страстно, меня он начал обнимать. Рукой властной и страстной принес и положил в кровать. Лег рядом, тело задрожало. Да-да-да-да-да-да, мне было больно, я кричала, он меня поцеловал. Короче, конец. Купила я Элэма пачку моих любимых сигарет, и вот теперь курю и плачу, ведь мне всего 13 лет. Это мое любимое стихотворение. Так, на заметочку, я детственность потеряла в 16 лет, а тут 13 лет. А это я заполняла в 11 лет, и это было мое любимое стихотворение, какой кошмар. И вот еще одно. Если трудно тебе, крепись, если ветер в лицо не вниз, Если любишься, не робей, если за дело, бей, Если трудно молчать, кричи, Если дверь заперта, стучи, Если радость на сердце, пой, Но всегда и везде будь собой. Это был важный момент. Ой, любимые песни. Кристина пишет про Кристину. А я пишу все отпитых мошенников. Или это кто-то другой пишет. Похожий почерк на мой. Любимые анекдоты. Водитель и восклицательный знак. Мне кажется, это я хотела что-то написать, но не сложилось. Тут куча автографов у меня, моих друзей. Некоторые я узнаю, некоторые нет. Далее тут идет Сонник. То есть книжечка на самом деле очень интересная. Потом идет, знаете что? Такой интересный гороскоп, цветочный гороскоп. Вот, например, я. Какой я цветок? Вот, с 3 по 12 августа это подсолнух. Нашел свое место под солнцем. Эту натуру успехи не ослепляют. Конфликты не останавливают. Движется вперед за солнцем. А может быть по кругу? Нет, я движусь вперед за солнцем. Это действительно про меня. Я полностью согласна, что успехи меня не ослепляют. То есть для меня получить звездную болезнь достаточно тяжело. Потому что есть такое понимание мира, мироустройства. Ну как бы я психолог по образованию еще. Есть какие-то такие человеческие моменты, где я просто не вижу причины какой-то звездности. Поэтому это не про меня. И да, конфликты никогда меня не останавливают. Когда человек видит свою цель, когда он знает, что и ради чего он делает, то все конфликты, все такое, становятся только препятствиями на пути. И ни в коем случае никогда меня не остановишь. Это еще и мой знак зодиака лев тоже. То есть пробиваем себе дорогу. Личный дневник. Дневник у меня маленький. На самом деле, вот я вам сейчас покажу. Это вот всего лишь полтора странички. И то здесь посредине написано. Я вам немного прочитаю. Не все, кстати, прочитаю. Здесь вообще такой дневничок, я бы сказала. Я поняла, что мне было трудно вести дневник. Я сейчас это поняла. И тогда я в принципе это знала. Я пыталась несколько раз заводить дневник. Но я не знаю почему. Во-первых, мне все время оказалось, что кто-то его может прочитать. Я даже не совсем была так искрененно с дневником. Потому что, ну, понятно, что кто-то его может прочитать. И зачем тебе какие-то проблемы? Я тогда это уже понимала. Вот. Ну, и самое интересное, что я забывала про него. Все время про него забывала. Видимо, я не видела, может, даже и причины. Зачем его вести? Ну, что это такое там? Мне не нужно было бы плескивать мысли какие-то куда-то. Как многим каким-то, да, людям. Ну, в общем, личный дневник начинается с того. Сейчас я очень рада, потому что у меня новая подруга. Аня. Я ее не помню. Которая меня очень любит. И я ее тоже. Она такая же полненькая, как моя сестра Катя. Ну, у меня сестра на самом деле такая не полненькая. Далеко не полненькая. Тем более сейчас. Но раньше, как бы, она мне казалась, наверное, полненькой. Потому что я была вообще спирохита. Я была прям вообще худая-худая. А Катька, моя сестра, она была такая, ну, ну, не худая точно. И поэтому на контрасте, наверное, казалось, что она полненькая. Вот я вот так вот и назвала. Что полненькая, как моя сестра. Она, видимо, мне напоминала мою сестру. Но я не помню эту Аню. Работая на базаре, я познакомилась со столькими пацанами. И умею чуть-чуть говорить на армянском языке. Да, я работала на рынке в 11 лет. Я всегда то арбузы продавала, то что-нибудь продавала. Короче, я работала, на самом деле, с 11-11 лет. У нас был свой бизнес с кукурузой. Мы реально с мамой, братом ездили на рынок. Брали сырую кукурузу, варили. Мама варила. Мы спали. Потом мы шли на рынок, ее продавали. Потом покупали себе всякие вкусняшки. Также я работала на всяких дядь там и теть. То есть продавала арбузы, дыни, фрукты, канцелярию. В общем, многое другое. И, конечно же, очень много армяне было у нас там на рынке. И, конечно, я училась говорить на разных языках. Мне хотелось с ними говорить на их языке. Некоторые фразы, которыми я научилась, я их тут записала. Например, Куда пошел? Как дела? Что тебе надо? Тут у меня мат еще, я его пропускаю просто. Да, в 11 лет. Баррэ, здравствуй. Хаджох, пока. Кэз нить хэчпан. От тебя ничего. И честное стэ. Че сидишь? В общем, интересно. Дальше я, видимо, через какое-то время начала продолжать свой дневник. И я пишу. И я пишу здесь как раз-таки моя история. И я помню, что мне было здесь 13 лет. 12-13. Вот где-то в этом моменте. Я познакомилась с классными пацанами. Миша, Андрей и Демыч. Да. Они торгуют наконечной, канцелярией и книгами, играми. Они такие классные. Все трое женатые. Все трое женатые. И сейчас я называю их возраст. Миша 21, Демке 26, Андрею 22, наверное. По Андрею я не так сильно интересовалась, как другими. Они были все женаты. Я сейчас смотрю и думаю, это же вообще дети. В таком возрасте жениться. А они были женатыми. У них был свой бизнес. Тогда я помню, у Мишки был еще телефон, когда они только пошли. Там была такая труба огромная. Они меня очень любят. И я их тоже. Я рада, что у меня такие друзья. Я от них ничего не скрываю. Почти. И мы разговариваем с Мишкой и Демкой обо всем, что захотим. Даже о пацанах и о моем будущем. Они говорят, что я очень красивая и вырасту персик. Хорошо, когда есть такие друзья. Это все, в принципе, что я написала о том времени. И я вам скажу, действительно, были такие ребята в моем детстве. Они были все красавчики, накачанные, красивые. Я была совсем ребенком тогда. Конечно, я могла влюбиться только как в друга тогда, в них. И с Мишкой мы очень дружились. И Демыч был. Они хорошие были ребята. Единственное, Андрей, что-то в нем было не то. Андрей, он был какой-то темной лошадкой. Но они втроем мутили этот бизнес. Часто меня оставляли на точке одну. Я занималась, все продавала. То есть я была таким исполнительным. И безумно я любила, когда, знаете, я была исполнительным, но часто я опаздывала на работу. И мне нравилось, когда Мишка за мной заезжал. Но у него была машина тогда, я не помню, что за машина. Запорожец, что ли. Запорожец был тогда, реально. И он заезжал за мной, чтобы меня разбудить. То есть он подъезжал во двор, сигналил там. Ну, представляете, я девчонка, 11 лет. Запорожец тогда, это неплохая была машина прямо на тот момент. То есть это не было, как сейчас, на Запорожце приехали, ржака, да. Нет. И вообще было круто, что к тебе приезжает пацан такой, никто же не понимает, 21 год, красавчик, приезжает и забирает тебя на работу. Это было очень круто. Я была очень модная девчонка на районе в этом смысле. Я не знаю, помнит это кто-то или нет, но я это чувствовала на тот момент. И когда он сигналил, мама мне там, тебе сигналит что-то. Я, о, Мишка приехал, давай спускайся, малая. Я спускаюсь, бегу, отвозит меня на работу. Я безумно любила проводить там время, мне все очень нравилось. И да, я помню этих ребят. Ну, а потом как бы школы и так далее, что-то наши пути разошлись. Сейчас я абсолютно не знаю, что с ними и как. Я думаю, что они все развелись. Дальше продолжаем. Теперь я уже учусь не в 81-й школе, а в 84-й со своей, Катей, сестрой, потому что мы переехали с Александровки к бабушке Лене, потому что кое-кто, короче, нас мучил. В общем, были свои проблемы в семье. То есть мы уехали, переехали к бабушке из-за семейных проблем. Я просто здесь так пишу, таким языком наивным, но я просто, честно говоря, не могу это все озвучивать, потому что кое-кому может быть неприятно. Да, все это вспоминать. Кто меня смотрит 100%. И потом через время я пишу, теперь у нас все хорошо. Мы решили эту семейную проблему с горем пополам, я пишу. Это так смешно тоже. Вот. И все. И больше ничего у меня нет. В общем, заканчивается все на хорошей ноте, на положительной и конец моему дневнику. Честно говоря, мне было очень-очень приятно все это вспомнить. И, блин, вообще, я такая дурында, что в свое время я очень много всего повыкидывала. Не знаю, вот просто я решила все повыкидывать. Так это же круто, когда что-то хранится. Ну, когда ты не привязан, конечно, к этому, да. А я решила в одно время, знаете, вот избавляться от привязанности. Я взяла все, всем скопом. Выкинула свои фотографии, какие-то еще что-то. Спасибо большое моей маме, которая вообще что-то это сохранила. У меня столько классных было блокнотиков, где я там фанатела от кого-то из звезд, писала стихи. И сейчас ты вот не найдешь, к сожалению. Но если вдруг найдется что-то, мам, или у кого-то что-то, давайте, мне так приятно. Поэтому это замечательный подарок. Идея подарка на Новый год. Всем девочкам вот такое дарите обязательно. И говорите, что это очень ценно. Пусть она через 10 лет вернется к этому блокнотику. И реально ей будет очень приятно. Покажите ей мое видео, как приятно мне. И да, цените такие моменты и не выкидывайте. Все, мои хорошие, я думаю, вы узнали обо мне немного больше. Окунулись в мое прошлое вместе со мной. Получили удовольствие, я надеюсь. Продолжаем пить чай с вкусняшками. Я иду играть со своим малым. Вы, надеюсь, тоже прекрасно будете проводить время. Всех поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я вас очень целую и люблю. И прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Дэнь, мама должна у тебя включить звук на телевизоре, да? Все, смотри. Субтитры сделал DimaTorzok